ну вот ребята остановились мы на танки там дорога закрыта полностью где мы хотели ехать только здесь можно проехать через туннель и надо зайти сюда на танк что ли ну вот на таночку и купить вигнета чтоб там проехать дядечка намывает свой мотоцикл я саша говорю давай тоже такой прицеп купим будем с прицепом есть прикольно да ну вот саша пошел покупать вигнета и поедем потому что другой объездной здесь нигде нету к сожалению здесь только можно проехать так чё них тут дизель 2 ойра 7 стоит супер 2 ойра 7 так что вот так а он тоже с германии видите поэтому мы остановились он гавы спросил у саши вы куда едете саша говорит ну сказал ему он говорит вы из-за этих пару метров на теперь видно это покупать ну ладно надо так надо ничего не поделаешь никуда не денешься ребят смотрите дядечка то один я думала он с кем-то он один собирается уже ехать дальше сейчас заведет свой трактор я даже не знаю как их это что за мотоцикл видите саша купил чё саш купил это дед который вышел он тоже каждый год ездит в прошлом году тоже было гешпер два года они автобан сделали бесплатно а с этого года опять да осмотрю у него задняя скорость и еще и музыка играет вот теперь клеить надо чё саша еще мы с наклейками не ездили ребят саш еще мы с наклейками не ездили смотрите как здесь красиво в центре у них да а я не сказала сколько это вигнета стоит 560 до саш ты заплатил 560 если кому интересно она дается на 10 дней смотрите гора какая обалденная сейчас посмотрим где поедем мы куда нас умляет он ведет обалдеть да какие горы но цветы цветы у них везде на балконах очень много цветов я думала у нас в германии много сажают на балконы цветы но здесь вообще оооо река какая-то речка какие здесь красивые скалы города ты представляешь саша сейчас на гардезе и приезжаем пол нашего города разворачиваемся и назад уже охота ехать куда-то отдохнуть чтоб никого не видеть не знать да ты да я да мы с тобой саш мне говорит многие ездят на гардезе очень многие ну прошлый раз никого не встретили а может где-то и были просто мы никуда в принципе то и не ходим сильно где-нибудь в стороночке движим загораем купаемся и все я не помню что тут светофор а интересно у них блин светофоры поставят этих людей с одного конца и с другого конца дадут им эти штучки и они типа как светофор работают видите спереди женщина стоит красный кружок держит все стоим пока зеленый не повернет зеленый повернет поедем и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok О, надо же тут прям пешеходный переход О, ничего себе, сами обалдели, что мы увидали Смотрите Это что за озеро такое? Наверное, полное, что ли, пока что Лодки стоят, люди на великах ездят Вон плавают Вода какая интересная цветом, да? Надо же На чем? А, да, вон летят, смотрите На воде разгоняются, потом взлетают Парашюты Мы сейчас будем проезжать Далеко не очень-то и хорошо видно Ну, блин, классная вода цветом Вон, видите, на парашюте? На зеленом, на белом, на синем О, упал, нырнул Перевернулся на этом зеленом Но не повезло О, опять встал Смотрите дальше Поплыл Один нырнул опять Они падают, потом опять встают Падают, встают Красотей А здесь, видимо, типа Штранда Смотрите Скорая? Ой Да Ну, это опасный вид спорта, блин Да вообще спорт, морд, говорят же Любой вид спорта опасный Меняем карточку, едем дальше Через какую красоту мы сейчас проезжаем Все едем, но это озеро справа Что за озеро, не знаю Да? Смотрите, какие арки интересные здесь Проезжаем Саша, Италия Ях, 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 ях Вода какая чистая Красивая Смотрите Ребят, смотрите Сверху замок пустынь шикарный белый белый такой большой а мы все едем 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 столько с германии номеров столько здесь наверное вся германия околачивается в италии здесь тепло озера почему бы и нет да все приезжают отдыхать какая красота да снизу идет велосипедная дорожка здесь скала здесь замок где-то слива стоит смотри какой замок прикольно прям на обрыве на скале стоит шикарно нам осталось 146 146 километров всего-то смотрите виноградники сейчас проезжали тоже яблочные сады столько яблок висит у них и зеленые и красные смотрите замок ау вот люди живут утром открывают ролада и сразу на замок надо же как-то замок прямо аж в скалах встроен прикольно очень красиво фрайберг стоит я думаю фрайбург что ли мне аж плохо стало доехали везде не едем и только во фрайбург приехали смотрите ребят папа вот стоит замок на горе покажем немножко итальянские улочки итальянские дороги какие у них достопримечательности есть домики немножко проснемся уже с сашей останавливались пару раз передохнули то курточки сняли жарко стало на улице сейчас плюс 25 а то вообще 30 день показывал ну вот и потихоньку едем смотрим любуемся итальянскими улочками да смотри здание спереди какое справа вот смотрите яблоки полные висят зеленые и красные полные деревья очень много здесь фруктовых садов и виноградников конечно очень много смотрите вон яблоки висят они от дороги этим живым забором закрыты капельные поливы у них там каждому дереву пределом шланг ну да такая жара а здесь видимо сетками то закрывает открывает тоже яблоки висят ну по крайней мере на яблоки похоже можете груши пролетаем быстро ребят сейчас выехали с туннеля такой длинный туннель был и вот смотрите кольцо как они оформили красиво велосипедисты на дашь вау красоте красиво оформили fan фонтанчики видите прикольно вот здесь тоже везде на каждом углу фрукты продают овощи фрукты осталось здесь нам совсем ничего 135 километров мы едем едем ну потому что через городки через деревушке то тормоз то газ дают вот и телимся потихоньку но зато природа шикарная посмотреть есть что горы красоте сады сады здесь вообще не прекращаются италия фрукты туристы целый автобус приехали вон видите грядками понасажали тоже видимо виноградники ну и все остальное здесь яблоки с этой стороны тоже ух деревья какие-то возле дороги прям стоят и армия кто жив а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот это да, вот это мы сейчас ехали Две полосы прям под скалами Саша говорит, смотри, голову высоко не поднимай Ну да, руку просто в бок высуни И это прямо вон слева стоит Ну осталось нам совсем ничего тут 37 километров Неужели мы до воды доезжаем, а? Осталось у нас 26 километров Ну здесь какое-то озеро Не думаем, Гарда заезжает Вон смотрите за домами Сейчас, может, здесь люка будет Ну, 26 километров еще Я Саше говорю, когда же мы до воды доедем? Вот Только сказала и доехали До воды Ух, интересно, как тут У них такие развилки интересные Кольца вообще Дебильные Саша говорит, дебильные Ну да Дебильные Фино и Росточина В каждой стране по-своему, да? Ой, тут водичка, водичка Нет, это просто речка Видите, вот кольцо Проехали И не заметили Пролетели Вот, видите Но это, это река Речка Ух, тут она какая широкая Надо же Здесь виноградники справа Вон, видите Воды сколько О, отдыхают, пикник делают Тряпку разложили И сидят Ну все Нам осталось тут совсем ничего 8,3 километра На улице Плюс 33 Плюс 34 Жары Город называется Куда мы едем Грива-дель-Гарда Да? Ну и останется Вот, доехать до этого городка И найти там Место То, где мы сняли Где мы сняли квартирку Ну и обязательно Вам покажем Смотрите Деревья какие Это Олеандр По-моему Цвет Цветет по-разному Смотрите Прям целая Аллея Рива-дель-Гарда Называется Городок Да, вилла Чья-то Вообще Шикарная Смотрите Гартен Какое Здесь Разные Статуэтки Продаются Ну осталось Совсем Ничего Ну мы уже Потихоньку Поджариваться Начинаем Да, Саша Поджариваться Закипаем Закипаем Ну сейчас Приедем В холодный Душ Потом Оденемся И вперед Куда-нибудь Пойдем Так что Вот так Красиво Тут, да? Сверху На скале Там Какие-то Руины Что-то Стоит Видите? Саша Ну что Приехали? Устали На улице Сильно Жарко Ну вот Тут Вот Парковка Вот Третий Парк Нам сказали Номер Три Вот он Находится Здесь Мотоцикл Будет Стоять Ну и в этом Доме Не сняли Квартиру Только На каком Этаже Без Понятия Не стояло Что Балкон Может быть Что Нам Это все Равно На каком Здесь Отели 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 Курортно Зона Одни Отели Так что До моря Здесь Четыре минуты Ходьбы До гарды И Аньков Центру Большой Сто метров Всего Так что Неплохо Местечко Выбрали Мы не Выбирали Это местечко Просто Нам попалось Мы Наугад Заказали И поехали Да Саша То что Было Свободно Еще Потому что Все отели Все комнаты Все билет Все заняты Мы сначала В отеле Смотрели Это бесполезно Потому что Мы хотели За сутки Что-то найти Но вот За сутки Только в этом доме Квартирку Нашли Так что Квартирку Я тоже вам покажу Когда зайдем Я сама Не знаю Что там И как там Так что Лясун Субарашин Называется Зайдем Обязательно Покажем Ну и сейчас Посмотрим Сейчас она Должна Прийти Хозяйка Мы ей Позвонили Она сказала Через пару Днём Подойдет Ну вот Ребята Так как Я и говорила Этот Вон он Нам Принадлежит Эти дни Мы его Сняли Здесь Со спальни Дверь Такая Можно Здесь За гора Лежать Вещи Вешать Здесь Стол Стоит Со стульями Можно на улице Кушать Здесь Сразу Парковка Возле Калитки А тут Её с чемоданами И ты с чемоданами Здесь Стиральная машинка Стоит Здесь Она чуть не показала Что Игольчо Не знаю Ну и такая Квартирка Здесь Такой диванчик Стоит Кухня Стол Где Кушать Можно Здесь Телевизор Сюда Идём Это Спальня Спальня Выглядит Вот так Койка Пундочки Здесь Вот это Окошко Дверь На террасу Здесь Такой Большой Шкаф Быстро Так Идём Дальше Саша Затаскивается Так Так Здесь Входная Дверь Вообще По идее Но мы Зашли Через Террасу Будем Выходить Через Входную Дверь Ну и Здесь Банная Комната Такая Душ Вот так Вот Выглядит Беды Туалет Полотенчики Душевая Кабинка И Здесь Умывальник Вот так Всё выглядит Саша Затаскивает Всё Пойдём Раздеваться Мыться Здесь Она нам Всё рассказала Где какие Ресторанчики Где можно Покушать Сходить Вечером Всё В шаговой Доступности Никуда ехать Не надо Всё близко Здесь Идти на Штранд Здесь сразу Супермаркет Там сразу Центр Очень близко Она сказала Пару минут Ходьбы И Выходишь На Галфстрассе Здесь Вот где Мотор Сейчас едет Мотоциклист Куда выходишь На Галфстрассе Налево И там Ресторанчики Пицария Фиш И Ну и все Ресторанчики Тебе помочь? Ладно Идём Да Мыться в душе Отдыхать Сегодня Долгая Дорога У нас была Будем отдыхать Сегодня Пойдём прогуляемся Посмотрим Куда пойдём Обязательно Заберём Вас с собой Что ты говоришь? Подкупись Ну чуть-чуть Ну да Немножко Пойдём Посмотрим Что нам На ужин Покушать Можно И Завтра На завтрак Субтитры 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 Продолжение следует...